Ну все камни можем подразделить на три большие группы. Драгоценные камни, подделочные и конструкционные. Ну среди подделочных камней много очень разнообразных пород, очень интересных по своей структуре, по цвету. Все они практически непрозрачны. К ним относится и известный агат. Практически все агаты широко использовались в одно время для изготовления ручек зонтов и других подобных приметов. Они были искусственно окрашены. Ну мы можем обратиться к Роберту Смиту, который очень подробно описал агаты. Поэтому как бы разумно было бы посмотреть, что из его пера вышло в этом направлении. И тогда можно было бы обсудить более широко эту тему с агатами. Дело в том, что агаты это же вообще халцидоны. А халцидон это плотная разновидность и кремезиомная, которая объединяется под общим названием халцидон. А вообще говоря, ранее это представляло собой как мельчайшая смесь мельчайших кристаллов кварца и гидротированного кремезиома в аноморфированной форме, ну типа опала. Однако сейчас представляется другое, что халцидон полностью состоит из микрокристаллического кварца субмикроскопическими порами, содержащими воду или разбавленного створа солей. Ну поэтому эти камни халцидоны, они могут очень иметь большой спектр цвета. Дело в том, что их можно еще и искусственно окрашивать. Ну вообще говоря, такие камни как халцидон очень распространены вообще по всему миру. И само название происходит от таких названий географических, как например халкидон. Это такая местность в Малой Азии. Там, возможно, были найдены впервые такие камни, описанные путешественниками, нашедшие эти камни, связываясь с названием этого места. Ну, что можно сказать о гате как отдельном камне? Ну, это прежде всего способность поглощать окраску. Это исходит, конечно, из того, что сам халцидон, точнее уже вот именно агат, содержит большое количество пор с достаточно большим содержанием воды. Если кращивающим веществом является анилиновый окраситель, получается, краска неустойчивая и быстро выцветает на солнце. Разные полоски агата способны по-разному абсорбировать красители. Белые прослойки плохо адсорбируют пигмент, а искусственное окрашивание полосчатых агатов может дать материал, пригодный для изготовления камней. Камей. Камея. Камей – это достаточно распространенное изделие из камней, которое относится к таким украшениям нательным. Как правило, камей носят на груди в виде разных барельефов действующих персонажей из пантеона богов, или это могут быть конкретные люди. Когда-то эти изделия были в очень большой моде. Для этой цели принимался уоник с черными и белыми полосками. При вырезании камея получалось целое изображение на черном фоне. Агат является широко распространенным и довольно твердым материалом. Он находит применение и в лабораторной практике. Ну, например, из него можно изготовить и изготовлялись опорные призмы точных весов, пистики, ступки в химической лабораторной посуде. Разные шлифовальные порошки тоже применялись. Дело в том, что такие шлифовальные порошки, которые изготавливаются из алмаза, это самая, конечно, высокая твердость, это и первое место, единица, это очень дорого. А вот из агата это подешевле. Халцедон встречается практически во всех районах земного шара. И поэтому по-разному могут восприниматься эти камни и по-разному применяться. И самое главное, название будет очень большое количество. Хотя многие названия практически запрещены в такой практике, скажем, ювелирного или такого тарифтического искусства. Поэтому сейчас как бы более-менее наведен порядок в этом деле названия этих камней. Но, тем не менее, большой спектр этих камней дает возможность нам говорить о и высоком, и разнообразном потребительском свойстве этого камня. Например, маховой агат содержит дендритоподобные и маховидные включения волокнистых материалов и левокисломарганца. На полированных брусках руинного агата и крепостного агата видны узоры, объясняющие происхождение этих названий. Так называемый исландский агат действительно является обсидианом. Ну, обсидиан, как вы знаете, вулканистское стекло, большое количество обсидианового материала сейчас, например, в настоящее время до сих пор, уже более тысячелетия добывается на таком известном месте, как Армянское Нагорье. Там большие карьеры, прямо тоннами-тонами добывается вот этот камень. Одникс, разновидность агата, с правильными полосками, резко различные окраски. Сардоникс, оникс с красными полосками, сарда. Пришлифованный разрез агатого желлока и образцы моху агата и оникса могут быть самыми разнообразными цветами, с огромной палитрой такого полутонов. Мы можем сказать, что агат, ну, является неким таким промежуточным, что ли, субстратом между такими сакральными камнями, какими является, например, упомянутый алмаз, превращенный в бриллиант или всем хорошо известный изумруд, и такими камнями, как яшма, например, александрит. Вот агат, какое-то промежуточное положение, вот в этом именно сакральном плане. Дело в том, что камням же приписываются разные свойства, которые сообщают владельцу определенные интенции, связанные с окружающей средой, или образуют некую канву судьбы. Ну, скажем, вот изотерийские практики очень широко это используют. Вот агат является очень распространенным субстратом в этой практике. Продолжение следует...